Всем привет! Сегодня практическое видео о том, как склеивать лекала, которые вы получаете в формате А4, в один большой чертеж. Для начала вам надо правильно их распечатать. На всех практических лекалах, которые я делаю в последнее время, есть проверочный квадрат. Размер его 2 см на 2 см или 20 мм на 20 мм. Когда вы печатаете, вам надо делать масштаб печати 100%. Вот видите, я распечатал, у меня все прекрасно получилось, размеры четко совпадают. Как по горизонтали, так и по вертикали. Квадрат 2 на 2. Далее вам надо будет это все собрать. Это тоже отдельный момент, которым я хочу сейчас заострить внимание. На всех чертежах есть засечки. Нам надо будет ориентироваться по правой стороне. Правую сторону мы будем отрезать от всех листов и будем склеивать слева направо. Соответственно, этот лист у нас будет накладываться на следующий. Самая главная засечка, на которую вам надо ориентироваться, это та, которая находится по центру. По этой засечке вам надо будет отрезать лист. Соответственно, эта засечка совпадает с центром засечек, которые идут с края. То есть, если вы приложите линейку сюда и посмотрите, ориентируясь на центральную засечку, то ровно по центру крайних засечек надо будет отрезать полоску. И она, видите, получается одинаковой ширины. Сейчас мы этим с вами займемся, склеим одну полосу, потом покажу, как склеивать вниз. И у вас придет понимание, как это правильно делать. Потому что часто бывает, что покупают такие люди воодушевленные, а потом пишут, блядь, я там распечатал 500 листов, ты мне испортил, я там испортил бумагу, я не смог их собрать. Собирать очень просто. Главное понять, как это делать один раз. Итак, берем первый лист. Вот, всего получается 25 листов надо распечатать, это полностью весь чертеж. Я иногда сохраняю так, что пустые листы не печатаются, чтобы вы потом не говорили, что у меня вот распечатались там два листа пустых. У вас всегда есть формат А0, вы можете его самостоятельно разбить. На канале у меня есть подробное видео, не мое, но с автором я договорился, спросил разрешение о публикации, и он подробно рассказывает, как, какими программами надо пользоваться, чтобы разбить любой чертеж на формат А4. Ссылку на это видео я также оставлю в описании, можете смотреть, пользоваться. Я делаю именно так, как вот этот автор посоветовал. Очень все грамотно, программы все бесплатные, и скачиваются на любой компьютер. Он даже оставил там ссылки, можете перейти на его ресурс, не знаю, сейчас он занимается, записью видео не занимается. В общем, человек сделал очень полезный тоже видео мастер-класс, как работать с любыми лекалами. Берем первый лист, все остальные пока откладываем в сторону. Вот опять же повторюсь, здесь у вас есть засечки. Центральная засечка, она является самой главной. Сейчас я к ней прислоню линейку. Получается, что мне надо найти центры и у крайних засечек. Отрезали полосочку. Теперь берем клей-карандаш. Вот у нас лист с отрезанным краем. Переворачиваем, наносим на край клей. Берем второй лист. Ориентироваться вам надо на формат А0. Вы можете открыть на компьютере, чтобы он у вас был перед глазами, если вы не понимаете, как вам надо собрать, чтобы в итоге выглядел чертеж. Для этого я и делаю два формата А0, полностью его же я и разбиваю на формат А4. Теперь на листе, на котором мы отрезали край, его будем наклеивать сверху. И также надо ориентироваться, вот засечка у нас была здесь по центру, и здесь эта засечка по центру. Соединяем эти две засечки и расправляем лист. Все, одну часть мы склеили, продолжаем клеить дальше. Теперь уже от этого чертежа, который у нас получился, вот у нас склеены два листа, можно, кстати, проверить. Допустим, здесь написано, что это 300 мм, то это 30 см. Берем, прикладываем линейку и смотрим. Получается ровно 30 см. Все остальные размеры можно не проверять. У нас проверочный квадрат совпадает. Соответственно, вот те размеры, которые у нас есть, тут тоже 3 см. Здесь у нас, соответственно, тоже 3 см. Здесь у нас 56 и 53 мм. Поэтому все четко, главное, самое главное при печати, чтобы у вас получился проверочный квадрат. Всегда печатайте сначала первый лист, не надо печатать полностью чертеж. Если вы печатаете, особенно в копий-центре, там есть такие индивидуумы, которые, я не знаю, как они печатают, но получается квадрат либо 18 мм. Обычно всегда получается меньше, потому что начинается при печати подгоняться вот этот чертеж под размер бумаги. Ничего подгонять не надо, надо печатать, как он есть, в реальном размере. Печатайте также через PDF-ридеры, не надо печатать через интернет, допустим. Кто-то открывает сразу в браузере и начинает посылать на печать. 100% распечатаете неправильно. Передвигаем, опять находим среднюю засечку, приставляем к ней линейку, находим центры в нижней части и верхней части. Отрезаем. Берем следующий лист. Переворачиваем этот, наносим на него клей. Опять же, совмещаем ту засечку, которая идет у нас по центру и от нее вниз и вверх выравниваем чертеж. Так же, смотрите, еще такой момент. Видите, когда здесь я склеил, чертеж у меня идет немножко ступенькой. Не чертеж, вернее, а лист. Самое главное, чтобы у вас совпали вот эти засечки, которые у вас здесь наклеены. Потому что при печати может произойти перекос листов, либо принтер так печатает. Когда вы печатаете какой-то текст, вы это не особо замечаете. Но когда печатаете чертеж и собираете, то получается, что чуть-чуть у меня листик сдвигается. Для этого нам и даны засечки, чтобы мы ориентировались, когда склеиваем чертеж. Теперь, здесь все выровняли, все у нас ровно, все совпадает. Переходим. Передвигаем лист дальше. Уже у нас получилось три листа. Опять находим среднюю засечку. Вот она. Здесь центры засечек, которые внизу и вверху. Прикладываем линейку. Отрезаем. Берем следующий лист. Эту полоску, которая уже склеена, переворачиваем. Наносим клей. Также ищем здесь среднюю засечку. Соединяем. Все ровно. Смотрите, а здесь уже лист у меня получается, что шагнул вверх. Но с сосечками совпадает, соответственно, и чертеж ровный. Листы друг к другу подгонять не надо. Надо подгонять засечки, которые у вас есть. Следующий момент. Раздвигаем опять. Находим центральную засечку. Находим центры на нижних засечках и верхней. И отрезаем опять полоску. Отрезали полоску. Переворачиваем, наносим клей. Берем следующий листик. Здесь у нас, видите, практически пустой получился лист. Тут надо нам единственную детальку только собрать. Также тут ищем засечки. Вот она центральная. И здесь вот центральная. Стыкуем их. Как только вы состыковали центральную засечку, у вас сразу деталь идеально ровно соединяется. Если у вас деталь не соединяется, значит у вас криво соединена эта засечка. Можно чуть-чуть поправить. И, соответственно, все вверху уравнивается. Все можно на вскидку взять и проверить пару размеров. Допустим, смотрим. 10, ровно 10 сантиметров или 100 миллиметров. Расстояние вот это проверяем. Также оно 1 сантиметр у нас или 10 миллиметров. Проверяем вот эту деталь, склеенную. Она у нас 50 миллиметров на 15. Проверяем. 50 на 15. Все четко совпадает. Вот здесь я наклеил неправильно. У меня деталь получается чуть-чуть больше. Получилось в длину. Поэтому я сейчас переклею. Я неправильно соединил центр в нижней части. Так. Все, сейчас все склеили ровно. Проверяем еще раз. Ровно 50 миллиметров. Сейчас еще раз промажу клеем, потому что клей засох и отваливается, так как я расклеил. Все, склеили мы один большой чертеж. Давайте посмотрим теперь на результат. Пробежимся с самого начала. Вот у нас одна деталь. Первая. И самое важное здесь, уже 10 раз, наверное, повторюсь, это склеивать по засечкам. Не подгоняйте листы. Будете подгонять листы, чтобы у вас листы сходились. У вас чертеж начнет плясать. Почему так принтер печатает? Это, я не знаю, особенность какая-то принтеров, что они как-то калибруют, что у вас чертеж получается ниже-выше. Самое главное здесь засечки. Если вы соедините все правильно засечки, допустим, здесь лист, вот видно, что они совпадают. Смотрим дальше. Здесь лист тоже не совпадает, но совпадают засечки, и, соответственно, чертеж у вас склеивается правильно. Ниже смотрим. Здесь опять этот лист скаканул выше, но засечки совпадают, соответственно, и чертеж совпадает. Все детали, как вы видите, переходят одна в другую. Дальше здесь опять этот лист чуть скаканул вверх, но засечки совпадают, и, соответственно, совпадает деталь. Это никак не повлияет на дальнейшую работу склеивания, потому что низ, допустим, наклеивать мы будем так же по засечкам. Соответственно, когда мы сейчас склеим вторую полосу, отрежем у нее верхнюю часть, вот эту по засечкам, опять же, по вот этим, которые ведут в форме буквы Т, и наклеим сверху, у нас будет чертеж ровный. В итоге, когда мы будем вырезать детали, у нас не будет никаких перекосов. Так что это очень важное правило. Склеивать по засечкам. Не выравнивайте листы. Сейчас я склею вторую полоску, уже комментировать не буду. Начну комментировать, когда будут две полоски, и мы приклеим одну на другую. Постепенно мы склеили вторую полосу нашего чертежа. Теперь необходимо соединить между собой эти полосы. Как мы это будем делать? Смотрите, есть два варианта. Можно отрезать от верхнего чертежа по засечкам, а можно отрезать от нижнего чертежа по засечкам. И, соответственно, если вы отрезаете от верхнего, значит он наклеивается наверх. Если от нижнего, то он наклеивается наверх. Давайте мы выработаем правило, что мы будем отрезать от верхнего нижнюю часть. Соответственно, сейчас эту пока я откладываю полоску. Теперь нам надо посмотреть, по каким внизу отрезать засечкам. Всегда самая главная, как я уже говорил, засечка, это та, которая идет в форме буквы Т. Вот она, эта засечка. И она есть сейчас на каждом листе. Это у нас крайний. Переходим на следующий. Здесь такая же засечка есть. Эти засечки есть на всех листах. Теперь берем линейку. Не обязательно даже длинную, достаточно будет, 50-сантиметровую. Разворачиваем чертеж, чтобы было видно и удобно. И смотрите, так как мы будем опять же отрезать все по засечкам, соответственно, вот этот край неровный, который у нас сейчас здесь идет, если вы все делали правильно и не стыковали листы, а стыковали засечки, то мы выровняем весь край. Соответственно, когда мы будем его наклеивать на нижнюю полоску, у нас чертеж, опять же, если мы будем стыковать по засечкам, совпадет. Давайте чуть увеличиваем и поехали отрезать. Будем резать следующим образом. Соединяем центр вот этих засечек соседних листов и отрезаем полоску. Опять же, находим эту букву Т, прислоняем на соседнем листе, их вверх, и так же отрезаем полосочку. И так до самого конца, пока не отрежем всю линию. Если вы ровно склеили, то у вас не должно не возникнуть никаких трудностей в соединении центров этих засечек. Все, такая длинная полосочка у нас появилась. Край у нас выровнен. Сейчас вот эта нижняя полоска, ее крат идеально ровнее. Теперь переворачиваем и с нижней части, там где отрезали, наносим клей. Клей я использую обычный канцелярский. Теперь берем второй лист, на котором мы будем наклеивать, и сверху наклеиваем верхнюю полосу. Опять же, ориентиром у нас будет, надо начинать от центра. И не стыковать листы, а стыковать засечки. Вот она, эта засечка у нас вверх, и мы ее стыкуем. Смотрим. Основной ориентир у нас на те детали, которые идут на нескольких листах. Ну, допустим, этот стопор 15 на 50. Вот я смотрю, что он четко совпал. Все у нас засечки совпадают. Здесь все совпадают. Так, здесь смотрим стопор этот. Склеиваем. Таким образом у нас постепенно будет наращиваться чертеж. Сейчас я склею все остальные полоски. Принцип, я думаю, понятен, что затягивать и показывать одно и то же не стоит. Теперь склеиваем полосы. Потом эти полосы склеиваем между собой. Один большой чертеж. Потом я хочу тот чертеж, который я рисовал руками, приложить к этому чертежу, чтобы проверить. Правильно я ли все перенес в электрон. Если все у меня идеально совпадает, значит чертеж готов, вы его получаете. Если нет, я перерисовываю. Потому что самое сложное, это не рассчитать, а вот именно перенести в электронный вид, чтобы вот эти все места, и чтобы оно все совпало. И было идеально. И чтобы вы могли сшить точно так же, как я, без всяких проблем. Тут самая сложная сейчас деталь, это верхний боттон. И вот я взял деталь, нарисованную от руки, и деталь, которая у нас на чертеже. И если их соединить, то детали идеально, потому что все перенес так же, как это сделано от руки. Осталось только посмотреть эту инструкцию, правильно склеить чертеж, и все. Ну давайте сейчас склеим. До конца соберу чертеж по такому же принципу. Надеюсь, вам все понятно. Если непонятно, пересмотрите несколько раз. Прямо я 10 раз одно и то же повторил. Я думаю, что если посмотреть с первого раза непонятно, посмотрите второй раз. Самое главное, когда вы соберете хотя бы три листа подряд, и вы поймете принцип вот этих центральных засечек, которые в форме буквы Т, что именно они самые главные, и они должны совпадать. Не надо подгонять лист. Это я уже повторяюсь, не знаю, там, 12 раз, 11, 15. В общем, сейчас склею. Прислоним так же все аналогично вот к этой большой детали. Давайте посмотрим, если она идеально совпадает, значит все, чертеж правильный, осталось только дождаться, когда он будет у вас, и склеить. Конечно, вот этот метод склеивания, если вы не хотите заниматься этим, есть формат А0, пошли распечатали на плоттере, вырезали все детали. Если хотите экономить, тогда есть А4. Изделия достаточно большие, поэтому сложно их поместить в формат А4. Соответственно, получается, что рисую я только на А0. Разбиваю его, его надо только склеить. Все, чертеж склеен. Сейчас можно проверить абсолютно любую деталь. Возьмем, допустим, нижний боттон, прислоним. Проверяем. Значит, нарисовано все правильно. Сейчас возьмем деталь дна. Так же все идеально совпадает. Давайте возьмем самую большую деталь. Так, соединяем центры. Так же все идеально совпадает. Даже проверяем линейкой в любом абсолютно месте. Вот здесь 160. Вот, 160 ширина, соответственно, 160 на линейке. Линейка у меня идет не сразу от края, а чуть-чуть, миллиметр отступает. Поэтому, если заметите, что меряем не от края, это такая линейка. Давайте, чтобы вас не смущать, возьмем другую линейку и меряем от края. 160. Так, давайте замерим здесь. Короче, склеить чертеж у меня заняло где-то полчаса. Конечно, придется на это потратить время. Но зато потом вы можете вырезать детали, проклеить их каким-то более плотным материалом, и у вас будет готовое лекало, вы можете постоянно шить эти сумки.